Учился в 26-й школе на новостройке в Первом Брянске. Как бы пришел тренер в школу Павлов Алексей Сергеевич. И набрал ребят, меня, Терехова, который в Брянске играл. И мы как бы вместе занимались в партизане потом. Как бы постепенно, постепенно. Потом съездил в интернат Спартака в Москву. Как приехал потом назад, там не получилось. Поступил в Академию в Смоленск. Так началось большое футбольное путешествие Андрея по стране. После Смоленска был Елец, Губкин, Воронеж и Уфа. Наконец игрок снова вернулся в Москву. Правда, уже совсем в другую команду. Несколько месяцев нападающий провел в легендарном столичном торпедо. Команда очень сильная была. Просто не повезло. Может, где-то тренер не смог найти подход к игрокам. Но именно команда, игроки очень сильные. Там познакомился с такими людьми, как Бояринцев, Валерий Климов. Которые очень много дали. Именно не то, что переоценил сам весь футбол. Не то, что нужно смотреть взгляд другой поменяльный. Не бесшебашный какой-то. Нужно думать головой в футболе. Как все время. Благодаря им они очень сильно помогли. Увы, но дальше арендного соглашения между «Факелом» и «Торпедо» дело не пошло. И форвард снова оказался в другой команде. В Брянск нападающий приехал уже в качестве экс-игрока «Металлурга» из Новокузнецка. Нет, всегда за Брянском следил. Потому что никогда не забываю, когда я с Воронежем приехал и с Брянском мы играли первую игру. Когда выиграли, ну эмоции, конечно, выходить, когда никогда не играл в стадионе «Динамо». И вот когда выходишь, такие болельщики, такая атмосфера очень приятная. Не во многих стадионах так. Даже в первом дивизионе, сколько играл в первом дивизионе, не во многих такая атмосфера. Нападающий явно пришелся ко двору. Динамовцы уже несколько месяцев безуспешно искали ударного форварда. И первые же матчи показали, что руководство команды не ошиблось. В четырех стартовых поединках чемпионата на счету Козлова уже пять мячей. Да, он там забил мячи, но есть моменты, которые не забил. И я думаю, если бы я забил их, команда бы где-то больше взяла очков. Не столько, сколько есть. Но как бы тоже нужно работать. Еще есть, ну как бы, забивать, забивать голы, но нужно больше тогда забивать. Сам себе должен дышать в спину, чтобы понимать, что как бы самый главный критик сам себе должен быть. Потому что, ну, от тебя, ну, если ты даже один нападающий, от тебя много зависит. Лучший снайпер команды не торопится делать громких заявлений о том, что готов посвятить Динамо всю оставшуюся часть карьеры. Все-таки в его возрасте хочется попробовать себя и на более высоком уровне. Однако сейчас, после долгих скитаний по стране, Андрей, похоже, счастлив, что оказался дома. Трансфер окно закрывается там второго, да, ну, есть варианты уйти, но я считаю, что это неприемлемо сейчас уходить в такую ситуацию из команды, как бы. И я считаю, что здесь ходят люди, понимаете, меня здесь все устраивает. И менять, я считаю, что здесь как бы нет смысла. Я думаю, что до зимы, как бы, я здесь по-любому останусь. А потом, как уже, ну, все равно хочется какие-то задачи решать, понимаете. Как бы хочется там вывести команду в первый дивизион, потому что стадион, база, люди, которые ходят на футбол, они заслуживают, ну, они не заслуживают, как бы, второй дивизион. Это не место, Брянск, как бы не получается, но я верю, что все будет хорошо. Потому что команда действительно, ну, по игрокам, как бы, чуть-чуть подтренироваться, и все будет хорошо, я думаю. Дмитрий Кузнецов, Владимир Сидоров. События. Брянск.